всем приветули раз одну секу я зайду ой нет зайду в инсту так ладно пусть будет пусть будет так ну что кто хочет будет хотеть задавать вопросы я вам всем разрешаю говорить всем разрешаю текст сто лет не выходила прямой эфир в инсте прям прикол так у меня есть некоторый пул вопросов это хорошо я вышла в эфир в инсте это тоже прошло открылись и так ну что хочется конечно начать с того что вчера я ездила делать фото ауры повторные вот и хочется сразу сказать что ну аура стала совершенно другого цвета я специально хотела это сделать потому что мне было интересно какой будет результат а вот и будет ли он вообще и может быть это все какой-то прикол и оказалось что где она кстати а вон и оказалось что действительно очень ощутимая разница по энергиям вот если будет видно вам сейчас покажу это аура за пару дней как я уехала вот а это аура когда я приехала ну вот когда я приехала но это типа две совершенно разных ауры короче вот даже так видно издалека ну это конечно супер прикольно вот вот сразу мне сказала женщина что прокачалась анахата но она не знала куда я ездила ездил ли я куда-то и так далее вот но сразу именно об этом сказала вот что еще раз доказывает что все это работает вот прокачалась анахата и почему потому что мы там на ретрите как раз таки работали именно надо рассказать анахата у нас основные практики были на ну на концентрацию на избранном божестве и втягивание его как бы себе в анахату то есть из-за анахата ты потом можешь проецировать вот эту энергию бесконечной любви вот что самое как бы основное для всех практик в этой традиции вот что хочется сказать относительно моих изменений еще по ауре увеличился уровень энергии общей вот 90 теперь из 100 то есть как бы много силы энергетической вот увеличились показатели по целительским и ясновидящим с ким всяким таким сферам вот если они в прошлый раз были на уровне где-то 600 то сейчас они уже 800 и 850 вот где-то так ну а целительство но от от ну тут 800 тысяч получается 600 тысяч миллион от миллиона короче ты уже целитель и у тебя уже открывается прям прямая история вот соотношение разум тело дух тоже изменилось меня было ровно по 33 процента на каждый а здесь правда почему-то я удивилась почему разума стало 45 вот духа 36 а тело 25 то есть на тело я вообще короче там забила но по факту так оно и было вот потому что как мне было там плохо физически но я расскажу дальше но это прям понятно почему очень хорошо раскачалась 6 чакра аджна но что собственно не удивительно она прям поднялась примерно в полтора раза больше стал вот заметно поубавилась правда из свадхистаны но мне тоже кажется это все зависит от того что концентрация была совершенно на других каких-то вещах вот и когда ты качаешь 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 подросла также вишутка хорошо раскачалась и анахата тоже хорошо то есть они вот эти вот три высшие чакры они прям выросли в процентном сокращении вот кстати даже покажу вот как было нижняя строчка до зелененький вот ну четыре последних начиная с зеленая голубая синяя вот зеленая голубая синяя и как стало зеленая голубая синяя то синяя прям вообще вот ну фиолетовая она при фото вот этих съемках и в принципе при бодрствовании сахасрара говорят что это нормально что она как бы не большая а вот потому что если она как бы большая то получается у тебя открыта дырка как все время что ты бодрствуешь и это тоже не очень правильно то есть у тебя все время такое идет то есть ты ну отлит отлетаешь в общем очень сильно поэтому это хорошо что она закрыта и кажется как будто бы ее не хватает на самом деле все нормально вот потому что по цветам цвета стали более изумрудные более такие зеленые что ли вот что еще раз говорит что очень много вышло сердечно вот этой энергии и она прям мощно прокачалась то есть как бы по факту это фото подтверждает тот то что работа проведена успешно то есть мы как бы над этим работали конкретно над этим и это произошло вот теперь я могу уже начинать что-то говорить про вопросы фото ауры я рассказала вообще я всем рекомендую кому интересен этот весь тонкий мир вообще всем сходите и сфоткаться потому что это супер интересно ты сразу только про всего про себя узнаешь что-то подтверждается и от этого прям какое-то такое воодушевление что ли это даже интереснее чем не знаю узнать свой гороскоп ну для меня по крайней мере то есть это именно то что вот в тебе прямо сейчас происходит это как бы эти ну не знаю ты начинаешь как-то более тонко себя чувствовать любить наверное даже больше то есть ты понимаешь почему ты вот где-то такое где-то вот такой как-то больше то есть гороскоп тебе как-то может сказать об этом более ну так информативно сухо для ума а здесь ты это начинаешь чувствовать именно с точки зрения наверное энергии поэтому она как-то сильнее так воспринимается ну мне по крайней мере ну не знаю мне кажется это всем должно быть интересно ну тем кто конкретно интересуется практиками и так далее вот так начнем с вопросов начнем с самых простых вопросов как устроен быт вашими быт вашими устроен как небольшая деревня как небольшое поселение где есть часть домиков где живут основная масса это такие ну небольшие домики где твоя основная комната келья еще небольшая комната и прихожая и все вот по факту тебе там не нужно много места у тебя нет времени что-то там не знаю на уборку на ту же самую или что-то еще то есть ты как бы приходишь на самом деле в келью поспать просто проснуться сделать какие-то может быть там чуть-чуть молитвы мантры почитать или зарядку сделать и убегаешь все потому что я думала как я изначально думала что я поеду на ретрит окей у нас там заберут телефоны окей мы не будем разговаривать хорошо значит мы закроемся у себя в келье скорее всего будем сидеть в келье в одиночестве у нас там поедет крыша потому что мы не можем ни с кем общаться ну и так далее то есть у меня был большой страх того что у нас допустим заберут телефоны в том что ну как бы в изоляции мозг может себя повести по-разному и он может там начать не знаю пугаться и так далее и так далее от этого будут какие-то очередные панические атаки ну в общем что то такое на самом деле все было совершенно не так но об этом я узнала уже только по приезду то есть времени на свое вот это внутреннюю рефлексию и самокопание вообще не остается то есть ты настолько занят вот этим служением вовлечением вот в жизнь именно с монашеской стороны как бы то есть потому что ты приезжаешь и сразу первым делом ты подписываешь условный договор о том что ты принимаешь все правила места где ты находишься сейчас то есть это значит ты придерживаешься графиков это значит что ты ну то есть там много много пунктов естественно ты там никого не оскорбляешь ты нормально себя ведешь не приводишь каких-то там знакомых друзей никто к тебе не приезжает и так далее вот все должно согласовываться с главным монахом или монахиней вот и тогда уже там какие-то вопросы будут решаться в общем то есть достаточно строгие правила но в то же время за счет этого все очень предельно понятно то есть ты приезжаешь непонятно ничего вот ты ходишь за каким-то курирующим тебя человеком вот у меня был вопрос про если какой-то куратор на самом деле куратора как такового нет но как бы условный твой куратор получается тот человек с которым ты обсуждала свой приезд или обсуждал а вот и ты как бы ну естественно потому что только его пока что знаешь из всех кто здесь присутствует допустим если едешь первый раз и ты будешь ходить за ним хвостом все спрашивать а как здесь все устроено и я рада что я приехала за несколько дней до начала ретрита и мы еще могли говорить мы могли еще общаться там где-то ходить вот узнавать вообще всю как бы местность потому что если бы я приехала впритык как я изначально хотела первого числа то это было бы супер тяжело ну реально вот лучше всегда приезжать за несколько дней ты тогда там освоишься поймешь там принюхаешься к местности как ты поймешь что происходит вообще кому что говорить там допустим кому что не говорить кто где за что отвечает и так далее и так далее и так далее а так в целом нет никаких кураторов вот есть то есть там все к тебе расположены ну так как обычно в мирской жизни редко бывает то есть тебя когда ты приходишь новый коллектив на работе или где-то еще обычно как происходит ты приходишь тебя начинают швырять туда сюда там футболить в этот отдел футболить в этот отдел к этому человеку к этому человеку а подождите тут а подождите сейчас а там вот 10 минут и 20 минут и так далее и ты как футбольный мяч туда-сюда вот так подносишься как бы и ничего не можешь понять и вот это вот внутренняя тревожность и ну и раздражение естественно начинает копиться вот в редких исключениях бывает что хороший коллектив где тебя как бы берут и начинают тебе там все показывать рассказывать у всех есть на это время так вот этот коллектив тот который в котором есть на это время и они как бы ну не пренебрегают этим не гнушаются этого и не раздражаются то есть в принципе там создано такое поле что ты там не испытываешь какого-то чувства вины или там что ты спросил какую-то фигню например да там ну тебе кажется что блин ну чё я спрашиваю там так понятно на самом деле тебе непонятно ну ты как бы переживаешь но можно не переживать потому что ты не чувствуешь вот это обратно энергетического импульса другого человека что он считает тебя каким-то идиотом вот там этого вообще нет как и нет чувства страха какого-то тревожности вот тревоги все страхи но у меня есть свои специфические страхи еще с детства вот естественно я их привезла с собой и это было очень прикольное осознание когда ты ну допустим возьмем страх темноты например и когда ты остаешься там в темноте ну выключаешь свет например идешь спать и на тебя пытается выбраться вот этот твой страх да как бы такой типа привет мое время до пришло он тебе так щелкает и ты вроде как на него обращаешь внимание и понимаешь что ты к нему ничего не чувствуешь то есть он как бы есть как факт как данность да он вот ну вот он так озвучен да как какой-то аватар но внутри он вообще не наполнен ничем для тебя то есть нет вот это то есть когда ты испытываешь какой-то страх в миру да то ты сразу как-то на него реагируешь кто-то реагирует например там психосоматическими какими-то проявлениями кто-то реагирует не знаю там эмоционально еще как-то у всех по-своему вот здесь ты вообще никак на него не реагируешь у тебя не саматика не реагирует ни там ничего то есть у меня обычно это все через тело идет то есть я сразу где-то сжимаюсь где-то начинает там чего-то это сердцебиение и так далее вот и здесь я вообще не заметила чтобы такое было то есть это было очень прикольное сознание то есть ты можешь реально переосмыслить свои страхи или какие-то тревожное состояние и не пугаться что тебя выкинет какую-то негативную окраску да как обычно и ты на ней начнешь опять циклиться опять тебе придется ее разгребать разбирать работать с ней а там ты можешь спокойно посмотреть грубо говоря в глаза своему страху и может быть даже что-то понять из этого и решить что он вообще тебе как бы не нужен в твоей жизни что он просто ну вот тут рядом постоял ну как бы до свидания и все вот это было очень прикольно особенно ну вот как бы как я тревожный супер тревожный человек для меня это было прям открытие вот поэтому даже просто находиться там в этом поле этих людей на и на этой местности это прям супер круто тем более что подтверждено многими-многими данными людьми и так далее что это святая земля там происходили определенные события на этой земле вот и что не просто так на этой земле созданными на ашрам а вот потому что это все тонко связано поэтому тот кто тонко чувствующий будет это чувствовать вот это что касается быта быт устроен еще как там у тебя нет в келье душевой и туалета тебе нужно переходить то есть свои дома или душевые туалеты и так далее есть в основном только управляющих ну или у тех там у старших монахов а вот кто там как бы уже супер давно и в каком-то высоком статусе вот а так в основном все ходят в общие такие домики они как помывочная станция там и постирать и помыться а вот и в уборную сходить и их там таких два на территории вот один такой большой прям для и мужская половина и женская половина и третий он такой ну поменьше с одной упорной с одной душевой вот но в принципе очередей не было нас было конечно практически все женщины там было буквально три мужчины это там двое иногда приходили иногда где-то были там своем служении их даже не было видно вот ну потому что всех мужчин оттуда отправили в из-за мобилизации демобилизировали в общем вот их сейчас там нет но все равно даже в женских вот этих как бы частях помещениях в принципе было нормально и все все успевали и несмотря на то что все с утра просыпались в одно время и к шести мы шли читать мантры вот ну и не было никаких очередей что на самом деле меня даже удивилась в какой-то степени вот мы там живем по графику определенному нет такого что ты можешь да прийти сюда не прийти это я хочу делать это я не хочу делать это мне нравится практика я ее сделаю это не нравится я не сделаю а вот так же в правилах в своде правил ну как бы понятно что для таких как я например мирян эти правила ну такие то есть хотелось бы чтобы мы их придерживали естественно всех но это сложно особенно первое время именно ретритные правила соблюдать все это прям дико сложно то есть там также в правилах сказано что в ретрите ну нельзя ложиться днем спать как бы вообще длительный сон он не приветствуется то есть там скорее они зато если ты именно в ретрите находишься а это определенный отрезок времени то есть ты подписываешь документ где ты у тебя начало ретрита день дата и время и конец ретрита дата и время и нет такого что ты типа ну я там не знаю насколько нибудь зайду в ретрит и буду в нем сидеть нет ты прям четенько прописываешь это сразу то есть это проводится определенная церемония как бы открытие и захода тебя в ретрит и закрытие выхода тебя из ретрита вот и ты все правила как бы ну должен соблюдать понятно что нам мирянам там просто взрывается мозг и были такие истории что кто-то выходил за досрочно из ретрита потому что просто не выдерживал потому что это действительно очень тяжело вскрывается очень много всяких слоев всего и всего там и этого и того и третьего и пятого и десятого физика просто ну кричит и там сходит с ума вот но для тех кто еще не был и возможно когда-то туда поедет я рекомендую не выходить досрочно потому что потом впоследствии я уточняла управляющий ашеромом мы с ней долго беседовали после того как все закончилось вот я уточняла говорю ну а что говорю можно было что я смотрела кто-то приезжал например на третий день как мы были уже в ретрите три дня кто-то приезжал там допустим и уезжал через день монахи заходили в ретрит на два дня выходили из ретрита то есть как бы были разные варианты я у нее спросила говорю что можно было так говорю можно было зайти типа там на два дня и выйти ну просто остальные дни у тебя было бы в два раза меньше каких-то там ну таких практик или там то есть было бы менее плотное расписание и ты как бы менее будут ну одуревал от того что происходит она мне сказала что да так можно было но хорошо что я зашла на целый на весь полный ретрит потому что только с третьего дня условно 3 4 ты начинаешь вообще понимать суть того что с тобой происходит потому что до этого у тебя просто ну типа вот такая вот каша в голове в тебе в физике в спине в там не знаю в ягодицах где угодно в шее в глазах я думал у меня глаза просто выпадут потому что это было невозможно но это была вот такая голова вот очень тяжело и только с третьего дня начинает пускать тебя и ты начинаешь вообще понимать суть-то в чем вот и уже на четвертый пятый день ты чувствуешь себя таким уже даже на каком-то минимальном подъеме хотя тебе все еще тяжело но уже не настолько сильно то есть градус заметно снижается и ты уже видимо там какие-то энергии погонял уже где-то почистился и тебе уже в принципе полегче вот поэтому да надо быть сильным развивать силу воли такое но тоже опять же если на воле делать медитации например то это не будет правильно они не будут правильно как бы ну не будут правильно протекать и тоже об этом говорили как раз у нас медитации которые мы делали четыре раза в день по часу это только медитации отдельно без чего-то там еще они у нас проходили четыре раза вот и их вела как раз управляющая ашрамом и она и говорила нам что важно заходить в медитацию не с напряжением если вы сидите в медитации и вы чувствуете что у вас накапливается вот такое отторжение какое-то негативное что-то что вам не хочется там принципе тебе вообще не хочется тебе хочется только что ты сидишь понимаешь что это три часа сидишь как вот такой штырь у тебя спина уже просто вся вот такая вот скрючилась но тебе нужно продолжать сидеть а еще и концентрироваться это тоже очень сильно ну как бы работа же для мозга то есть ты устаешь вообще везде то есть ты все время в процессе уставания как бы вот плюс это новая какая-то среда ты еще вообще не соображаешь что будет там и так далее и при всем при этом тебе нужно расслабиться и настроиться на благоприятное проведение медитации вот и если это происходит то тебе нужно ну как-то заземлить себя больше то есть поговорить с собой выйти своим сознанием в ощущение пустоты чтобы как бы стало меньше вот этих вот условно нагнетающих мозг факторов чтобы он чуть-чуть в этой пустоте разгрузился выдохнул и дальше продолжать уже тогда делать практики потому что да на негативной такой окраске не ретрит не медитации в принципе ну не дадут такого эффекта но это я думаю так понятно вот так у всех в ашраме у каждого есть свое служение а это тоже нужно знать слава богу что я знала об этом заранее ну и в принципе я не люблю сидеть без дела поэтому я бы и так и так приехала и сразу сказала бы так чего тут у вас нужно делать давайте я буду помогать потому что моя луна в козероге вон надя слушает тебе привет луна в козероге и тельцовские истории они обязательно мне нужно там я же на природе мне надо там где-то там земле поковыряться а где-то там чего-то сделать на кухне помочь вот я приехала и сразу взяла себе служение плести браслетики вот у них там разные камни ну как в основном яшма вот ну в общем я за все время на я выкладывала за все время наплела приличное такое количество кстати браслетиков даже сама удивилась бы ничего себе продуктивное хотя мне казалось что мне вообще нет времени на что даже вдохнуть нет времени вот и в общем у каждого есть служение кто-то ответственный по кухне кто-то мы плюс там меняются те кто готовят то есть готовят каждый день монахи вот или монашествующие кто там находится но вот такие приезжие как мы нет но то есть они и нас не допускают на кухню ну и я думаю слава богу как бы вот у них прикольное меню там все сформировано уже вот годами оно прям супер сбалансированное большие порции два раза в день мы ели и можно было третий раз еще прийти вечером а после предпоследней практики перед йогой вечерней ночной выпить чая там у там есть общий стол такой если на этом общем столе что-то есть то это можно брать вот а так основная остальная еда порционно она раскладывается каждому на свое место то есть ты всегда прикреплен к одному и тому же месту вот если что меняется тебе тот кто сегодня главный за кухню он тебе говорит что вот тебя пересадили вот на этот стол то есть всегда когда ты приезжаешь туда ты должен начать на кухне где ты твое место где ты сидишь и опять же если бы я приехал и сразу влетела в ретрит то как ты приходишь и на пальцах там что-то там ничего не соображаешь а надо тебе что-то спросить или нет садишься за чей-то чужой стол но условно да там какая-то дурацкая ситуация получается вот несмотря на то что чувство вины ты как будто бы не ощущаешь но мы же еще не настолько продвинутые люди поэтому я думаю что она таким как мы было бы сложно вот это что касается быта если куратор я рассказала там все в роли куратора не вот каждый относится к своему служению очень ответственно там нет такого что тебя кто-то подгоняет кто-то напоминает кто-то что-то говорит да тебе могут там спросить да там то есть допустим ты что делаешь хотя у меня за все время ретрита никто не спросил как там твои браслетики ну типа вот я буду уезжать или закончится ретрит и я сдам свое служение и как бы вот ну и тогда будет понятно как там мои браслетики если это служение которое касается ежедневной какой-то рутины но вот то тоже она все время выполняется вот у меня была такая история я приехала получается я приехала вечером но перед сном уже практически и был следующий день и на следующий день мы заходили в ретрит то есть у меня был один такой свободный день где я там еще такая могла туда-сюда походить все поизучать вот и я походила поизучала уточнила где тут стиральная машина чего где можно стирать мне сказали вот стирай на этой черной машине окей хорошо я вхожу в ретрит на следующий день понимаю что мне нужно счет там перестернуть собираю манаточки иду к черной машине загружать в черную машину короче иду что-то типа там делать еще и понимаю что эта машина черная начинает течь вот этот шланг который сливной да он там где чуть выше машину прикреплен и из него вот так прям фонтановые все стороны я думаю так интересная история это был поздний уже такой достаточно вечер уже когда они все бегают где-то там туда-сюда ходят а уже когда все по кельям я думаю так я хорошо я еще уже не могу ничего говорить и что мне делать а вот слава богу омна махшивая пришла монахиня вот причем совершенно случайно что он там дело непонятно но видимо пришла меня спасать запрос был у нас так сильно что невозможно было не услышать короче она пришла и говорит так вот нужно же было стирать на белой машинке а я и не могу объяснить что мне это сказали стирать на черной откуда я знала что на белой мне сказали что белая сломана ну думаю ладно уже как бы хрен бы с ней с этой машинкой уже надо что-то делать сейчас этой ситуации в общем и она пошла говорит я позвоню тому кто ответственный за стиральная эти машины все за эту штуку и буквально через три минуты приходит девочка которая вот ответственна от ее служения но как раз таки берет вот сферу вот этой вот ну как сказать до бытовой химика химо химическую вот в общем этой всей истории вот и она пришла буквально через три минуты и давай мне помогать она еще была не в ретрите она еще разговаривала вот я там что-то и помычала там на пальцах показывала что вот как бы она вот так вот само случилось я не знаю что за фигня вот и ну как в обычной жизни это было бы тебе бы дали тряпку или там ты берешь тряпку и начинаешь драй да потому что ты как бы развел всю эту историю ты за нее отвечай я пытаюсь брать тряпку на что она мне говорит нет не надо я сама это все сделаю уберу то есть вот такое отношение там к своему служению ты никому не перекидываешь свои ответственности ты ни на кого не перекладываешь ты не там можешь конечно попросить там вот были ситуации мы так как этот ретрит был приурочен к определенной дате к празднику то он был прям супер плотный и помимо всех основных практик которые у нас были в писании мы целый день на протяжении вот всех этих пяти с половиной дней начитывали мантры то есть мы проспали 6 утра в 6 утра начинался начинались мантры и с 6 до 6 вечера или до 7 иногда вот мы читали мантры в отдельном зале вот и получается мы каждый час сменяли друг друга то есть даже если мы где-то там на каких-то практиках что-то делаем медитируем то мы все равно в свой час встаем и уходим туда читать мантры потому что ну прерывать эту спочку было нельзя вот и вот были такие ситуации когда допустим тот у кого много служений разных не успевал например к своей мантры его подменял кто-то но тут как бы такая ситуация что ты вынужден это сделать но я опять же никто не соглашается с так что типа ну ладно я конечно тебя в этот раз выручу но вот следующий ты там меня 10 раз будешь выручать вообще нет такого ну и понятно что это уже как бы такое вот именно мирское вот это отношение наше да чтобы мы настолько привыкли что тебя все время ты никого не можешь спокойно о чем-то попросить потому что все счет не хотят там все недовольны все не удовлетворены это я не хочу о я конечно тут работаю но я не знаю зачем работаю ну вот это вот вся история и первое время это конечно большой диссонанс создает что ты ну как бы такое думаешь а что так можно было реально можно было так относиться к вещам ну типа спокойно принимать их любить как бы то что ты делаешь и не делать вот этих личик как люди любят эти личики там делать и все остальное вот это прикольно и опыт этот прикольный вообще я рекомендую его всем перенимать потому что тогда уже даже тогда наша жизнь будет становиться лучше потому что если ты понимаешь если отдаешь себе отчет в том что ты должен делать это потому что ты как бы человек развиваешься движешься то это будет совершенно другой уровень даже твоей жизни собственной вот это круто если ты косякнул нет никакого чувства вины никто не смотрит на тебя волком типа ты косякнул ну все или там не приглашайте сюда больше никогда были такие не знаю насколько серьезно или нет но были косячки и у тех кто там очень давно кто уже прям супер долго в монашестве проходит какая-то практика ритуал кто-то что-то куда-то не туда занес или там поднес поставил и так далее а вот тебе просто спокойно говорят сделать так как нужно все и нет потом этого такого вот опять же тяжелого состояния что вот у тебя там чувство вины из-за того что ты где-то косякнул потому что все могут косякнуть вот так прикалывается сансара вот это самое прикольное в этом всем для меня было вот график у нас вот был как я уже сказала с 5 утра до 10 вечера где-то в 10 10 мы заканчивали последнюю йогу в 5 утра уже вставали все вставали в 5 30 я вставала в 5 потому что у меня собака вот у нас было два приема пищи и получается два перерыва между вот этими всеми делами и получается первый перерыв был полчаса я бежала естественно гулять собаку потому что в 5 утра мы там с ней успевали выбежать на минут 10 там каких-то и бежали обратно 15 может быть вот потом я опять бежала гулять с собакой хотя дико хотелось просто упасть и лечь спать где-нибудь в сугроб чтобы можно было ближе идти потом вот второй был перерыв после второго приема пищи ну вот он уже был достаточно приличный иногда полтора часа иногда час вот но опять же у тебя есть служение которое ты должен делать то есть ты тоже не можешь каждый день взять там да и каждый день спать потому что не можешь вот ты должен понимать что тебе надо делать служение плюс я на обучении и мне нужно еще делать вопросы какие-то закрывать по обучению подготавливать плюс это время вообще прописано не как перерыв что ты там ходишь и нюхаешь цветочки хотя это в принципе может быть тоже возможно это изучение учения то есть ты должен читать тексты изучать какие-то вопросы которые ты не понял например на практиках сейчас или там еще что-то такое вот я набрала там все тоже много книг библиотеки там есть библиотека да что круто я переживала надо ли мне брать свои книги потому что у меня и по обучению тоже есть книги но они тяжелые очень и мне не хотелось вести и слава богу там есть библиотеку ну как бы вообще это наверное логично вот я набрала себе книг и вот одну книгу я ее даже потом у них выкупила потому что она супер крутая про переходное состояние в сну между жизнью и смертью и про вот эти ады про все про про прибежище бога ямы которые отвечают за смерть за переход за распределение людей по плоскостям вот этим вот рая и ада и их там подкатегории и так далее супер интересная книжка весь ретрит ну как весь я ее нашла наверное причем она сама прям на меня вот так посмотрела в библиотеке и не знала что ну что это за название потому что там практически все названия на санскрите вот и я такая думаю смотрю что-то красивенькое вытаскиваю и это прямо моя тема думаю вот это же прекрасно и я ее читала вот наверное четыре дня и мне потом уже говорила ну как заместитель управляющей монахиня она у нас вела много практик тоже и потом с нами сидела в ретрите два дня и ну она видела просто и мы как бы тоже обсуждали уже потом сидели за чаем она говорит а я я рассказывала что как мне было плохо первые три дня я говорю я думал что я умру реально я каждую минуту сидела и мне казалось что я умираю вот прям сейчас вот прям сейчас вот прям сейчас и что у меня сейчас голова упадет что я там вправо упаду что я влево упаду что у меня там не знаю что мне случилось что спина у меня просто выкручивалась как будто в нее каленое железо засовывают ну в общем куча всего и вот этот мозг такой кипишной он вообще не мог успокоиться потому что он все время там а это ли я делаю а почему ничего не происходит а почему все такие блаженные я вся такая вот ну какая-то не такая а почему у меня там не прет а всем прет в общем и такие вещи ты все время сидишь и вот это вот все у тебя тебе нужно сделать пустоту в голове а ты все время вот в этом то есть ну как там и я тогда вот нашла эту книжку на второй день и начала ее с собой брать у меня потом даже девочки спрашивали чё ты читаешь а вот потому что я прям вот у нас были просто промежутки веке допустим и покушали полчаса походили а потом у нас медитация час потом у нас начитка мантры 15 минут потом ходьба осознанная 15 минут а потом снова медитация час потом полчаса йога потом снова медитация час то есть это такой был самый огромный блок центральный который ты такой типа перед ним сейчас я настраиваюсь мне просто надо выжить и и заходишь туда и ты понимаешь что ты сейчас из медитационного господи боже мой зала не выйдешь вот эти там сколько-то там пять часов и ты просто будешь все время там находиться то есть даже не можешь ну ты можешь условно пойти в туалет да например сходить потому что уже не можешь сидеть но посреди медитации ты не пойдешь потому что это прям супер неправильно это нехорошо вот да ты можешь там в начале йоги сбегать там быстренько куда-нибудь хоть размять эти кости хоть чуть-чуть вот но тоже все равно так как бы такой ну чё я типа блин самый слабый здесь что ли и я в промежутках читала эту книгу и я по крайней мере могла там лечь на живот с ней там как-то я могла на бочок где-то прилечь потому что ну мы на йоговских ковриках сидели на подушках и на этих штуках там такие подставки типа под тебя квадратные такие вот и подушки для медитации вот и ну и хоть чуть-чуть как-то размяться и в то же время мне было супер интересно и у меня мозг переключался то есть он как бы ну можно сказать он немножко отдыхал наверное даже в это время вот потому что подряд три часа медитации это супер тяжело для меня это было ужасно тяжело то есть я могу дома медитировать на минут сорок меня хватает это это совершенно другой уровень медитации когда ты дом медитируешь там типа я представляю там не знаю какое-нибудь поле прекрасное место я иду по нему вот я вижу там прекрасный дворец я захожу во дворец все это фигня ребята мы вообще не так работает там не было ни одной такой медитации мы медитировали на конкретные вещи вот ты делаешь конкретную вещь сейчас ты не просто что-то там себе воображаешь и твой ум такой типа класс мне так классно я типа наслаждаюсь своими вот этими образами вот посмотрите какой я фокусник нет ты делаешь вещи которые не нравятся твоему уму он не хочет это делать он не хочет там 15 минут пялиться на картинку вот так вот сидеть или на точку вот просто на точку в круге и ты сидишь 20 минут сначала пыришься на эту точку а потом ты 30 минут пыришься на точку уже внутри себя если ты у тебя там твоя топырка отвалилась от точки ты снова открываешь глаза пыришься снова на точку или на картинку зависимости от задачи вот и нет такого что у тебя мозг тоже отдыхает когда он гуляет где-то такой весь я такой весь возвышенный смотрите какие-то у меня образы да прекрасные там блестки плывут нет тут блестки вообще не плывут ты такой думаешь господи что же как бы как вообще выжить в этом всем потому что мозг начинает тупо истерить он начинает тебе пригонять какие-то истории какие-то там мысли какие-то там эти штуки эти штуки а давай про это подумаем а помнишь начинает петь мантры в голове которые ты пел там в девять утра на практике или там еще что-то потом те всплывают какие-то там домашние дела вообще там еще какая-то история или там ты думаешь а не сбежала ли моя собака пока я здесь сижу ну начинается какая-то такая история что типа давай подумаем хоть про что-нибудь но только не про это и это самое сложное потому что ну как бы да это рассеивание вот этой концентрации и напряжение очень сильное вот и конечно вот это да центральный блок он самый сложный но когда ты его начинаешь прорвать ты открываешь совершенно другие точки соприкосновения себя с медитацией в какой-то момент я стала растворять себя вот в этом состоянии когда мне было настолько плохо на третий день я просто думал что я сейчас упаду просто и я уже не хотела ничего делать вообще просто дайте мне пожалуйста поспать или просто лечь или просто упереть с какой-нибудь головой и не знаю вот я сижу и думаю у меня нет выбора мне нужно сидеть и медитировать за мной сидит управляющая куда я буду падать какой головой это смешно и я сидела и начинала это свое состояние во первых принимать я думаю хорошо это тоже состояние от того что я хочу чувствовать себя хорошо это не значит что состояние то я чувствую себя плохо не существует оно существует вот оно прямо сейчас есть но почему бы мне не решить что это состояние тоже может иметь место не только состояние когда мне суперхорошо, а состояние, когда мне плохо. И все. И тогда оно вот начинает потихонечку уходить. То есть ты реально, когда принимаешь это, ты понимаешь, что вот, все. Окей, эта история есть, а что там я должен делать? И тогда у тебя ум начинает как бы чиститься. Ты начинаешь раскрываться, и ты начинаешь понимать, что... для чего ты медитируешь, что ты сейчас делаешь, и что ты должен делать. И вот тогда у тебя появляется вот эта вот история с тем, что ты доходишь до той концентрации, в которую ты должен был войти. И нет вот этого хаоса. Но это получается не всегда, понятное дело. К третьей медитации ты уже вообще никакой, ты уже вообще ничего не хочешь. Ты уже такой, господи, когда там уже это время придет, уже давайте бейте в этот колокольчик, звоните. Вот. Но, тем не менее, это вот такие скиллы, которые, естественно, будут нарабатываться со временем, но они необходимы для развития концентрации и осознанности, потому что, в принципе, самое основное, для чего вообще все эти истории затеваются, это для того, чтобы ты был осознанной. Для того, чтобы у тебя была настолько максимально сильно осознанность, что никакая мысль не могла бы туда проникнуть. Вот. И никто не мог бы на тебя повлиять извне, или даже ты сам на себя, что еще сложнее даже, чем кто-то, если другой. Вот. И вот именно эта осознанность и концентрация, она помогает потом при переходе тебе концентрировать свое внимание на тех вещах, на которых нужно их концентрировать, чтобы выходить на какие-то новые уровни. вот. В принципе, это вся суть всех этих историй и так далее. Были ли сложности, у меня спрашивали, и не устаешь ли от такого количества практик? Да, устаешь, как я уже сказала, конечно, устаешь. То есть тело-то физическое, тело не... как сказать... любит пошлую роскошь и комфорт, вот, не хочет ничего делать, оно бы хотело лежать и лениться, отдыхать, пить боржоми и сидеть где-нибудь там, не знаю, смотреть на птичек. Но, к сожалению, эта история не дает ничего, как сказать, не дает тебе никаких скиллов и навыков. Ты как останешься праздным наблюдателем, так и будешь праздным наблюдателем. Поэтому только через жесть, только через хардкор. И, как я уже сказала, только с третьего дня ты начинаешь осознавать вообще, что ты здесь делаешь, зачем ты это делаешь и что тебе нужно делать. И какие ты состояния должен в себе открывать, развивать, понимать и так далее. Мне, конечно, интересно, как проходят 10-дневные, 14-дневные и так далее ретриты. Мне кажется, я пока такие не потяну. Но, в целом, эта история прикольная. Вообще, я потом спросила у тоже управляющей монахини, говорю, есть ли какая-то книжка, где расписаны все ретриты. Мне прям суперинтересно, потому что есть же ещё тёмные ретриты, где ты закрываешься, ну, как бы ты закрываешься, тебя закрывают в тёмной комнате без окон, и ты там сидишь. И самый такой длительный ретрит, это 40-дневный ретрит такой. И там, конечно, вообще вскрываются очень разные слои, прям все-все-все, но в него нельзя входить с таким сознанием, как у нас, у большинства людей. Вот. Это нужна прям очень сильная, качественная очистка, потому что, если ты зайдёшь туда со всеми своими страхами, то ты просто, ну, как бы, они там все к тебе и выйдут, и придут сразу, и будут с тобой там развлекаться. Вот. Я, потому что она, когда мне даже об этом рассказывала, я сидела, и у меня уже мурашки бегали, ужасы по спине, потому что я понимала, что там в этой темноте может ко мне как бы прийти. Вот. Вряд ли это было бы что-то приятное. Но в целом, как бы так вот, да. Может ли человек, мало знающий, приехать на ретрит? И так. Человек, мало знающий, мало знающий, ну, вот я, да, не до конца поняла этот вопрос, и, к сожалению, этого человека сейчас нет в онлайне, чтобы спросить, что она имела в виду. Я думаю, что человеку, мало знающему, мало понимающему, в принципе, про суть задачи, которую он хочет добиться и решить, к какому результату он вообще идет, и какой результат несут эти практики, я думаю, ему не стоит ехать на такой ретрит, потому что, ну, это будет издевательство над всем, над его психикой, над его физикой, и вряд ли этот человек что-то поймет. Я думаю, именно такие люди выходят, ну, выходят из ретрита раньше положенного срока, вот, потому что они просто не поддерживают, у них нет мотивации, у них нет понимания, для чего я здесь, для чего я терплю все эти муки, почему я должен страдать, когда там, не знаю, мои друзья сидят и плюют семечки и радуются, да, там, жизни, и смотрят сериальчики, вот. То есть, если нет глубокого осознавания, то лучше туда, конечно, не ездить. Это не какой-то советский ретрит, который мы сейчас принято на каждом углу видеть анонсы, что вот, там, мы с вами уедем на 10 дней в коттедж, будем сидеть в коттедже, не знаю, тоже, да, там, пить боржоми, пускать пузыри, два раза в день медитировать, а потом сделаем много фоточек, и вы вообще будете кайфовать. Вот. Это ничего не имеет общего с этим, у тебя прям жесткая монашеская рутина, ты ей, как бы, подчинен, вот. Грубо говоря, у тебя нет возможности делать шаги влево, шаги вправо, потому что у тебя своя личная ответственность, ответственность перед монашествующими, вот. Ну, а как бы, да, а светский ретрит, он подразумевает, что вот, мы с вами приехали, что-то поделали, ну, помолчали, в лучшем случае, чтобы, как бы, сузить канал, и более, может быть, кто-то глубоко провалится, но, опять же, это все не то, то есть, это совершенно не то, это все больше такое на социализацию, коммуникацию, какие-то там такие вещи, ну, и может быть, чтобы кто-то получил какое-то минимальное понимание того, что такое вообще ретриты, и что там происходит, но по факту, то есть, я просто была на таких ретритах, ну, условно светских, даже у мастеров из этой традиции, вот, это те, которые открыты для всех, и там, ну, могут участвовать любые люди, это совершенно, ну, небо и земля, то есть, ну, что, ну, да, просыпаются в 6 утра, например, или в 7, в 7, например, первая практика йога, хорошо, ты полтора часа делаешь йогу с 7 утра, мы тоже здесь делали с полтора часа, но, правда, уже с 6, вот, с 6.30, вот, а потом, скорее всего, перерыв, потом прием пищи, потом медитация, потом снова перерыв, вот, потом снова, например, медитация, прием пищи и, возможно, йога, ну, то есть, как бы, а у нас, ну, вот, один даже этот центральный блок, который начинался в 11 часов и заканчивался в 5.30, вот, ну, один он чего стоит. Это что касается, да, обычного человека, то есть, если ты не понимаешь ценности, то ехать не стоит, конечно, то есть, лучше походить по светским ретритам, там где-то потусоваться, что-то с кем-то познакомиться, не знаю, может быть, кто-то смотивирует больше погрузиться в эту историю, может быть, наоборот, ну, там много вариантов может быть, поэтому такое вот, такая история. Это как рабочий день, то есть, такая ответственность, как будто у тебя действительно рабочий день. Ты просыпаешься с утра до ночи, ты пашешь. Я, ну, прям кланяюсь многим этим людям, потому что они выбирают эту жизнь на всю жизнь. То есть, не как мы, тварь дрожащая, да, я приехала на неделю и чуть не это, не сошла там с ума, да, и быстрее, быстрее, где же мой мир, я хочу обратно туда вернуться, да, потому что это так привычно, понятно, и уже так просто. Вот. А эти люди идут по этому пути всю жизнь, и они понимают, они отдают этому отчет, и завтра, и послезавтра, и послезавтра в их жизни будет все так же, в таком же расписании, в таком же графике. То есть, да, не в ретритном, возможно, но тем не менее, у них есть графики ретритов, когда монахи выходят в ретрит, и это обязательно. А у них есть определенное количество дней в месяц, которые они уходят в ретрит. вот, и они как бы, да, несут эту историю через всю свою жизнь. Ну, и я понимаю, что я пока не готова к такому, это супертяжело для меня еще пока. Не знаю, что там будет через 15 лет, 10. Вот, но пока так. И, конечно, я думаю, что кому суждено попасть в такое место или в такой опыт, тот обязательно туда попадет, вот, потому что вселенная всех нас слышит, естественно, нужно просто лучше загадывать свои желания, более конкретно. Вот, потому что я хотела, я ничего не понимала, я влетела в эту всю историю в октябре, а уже вот в декабре я уже была на первом, причем я приехала, и как естественно, как же я могла приехать и не попасть на один из самых сложных ретритов, которые только у них существуют. Вот, потому что это был самый серьезный праздник, праздник, посвященный Дню Явления самого главного, основного божества, который они почитают. Вот, и естественно, этот ретрит был самый мощнейший из всех, потому что, ну, а как же без этого, ведь мы же поклоняемся самому главному. И, естественно, я на него попала, конечно же. Я хотела этот опыт, я получила этот опыт сполна просто. Вот, но я ни о чем не жалею, это супер круто. И хорошо, что так, и хорошо, что я сразу, сходу, многое поняла. И теперь, ну, на будущее это уже такой прям хороший задел. Вот, и, конечно, очень сильно меняется внутреннее состояние. Ты начинаешь разговаривать, как монах, в какой-то момент понимаешь, что у тебя даже голос как-то меняется, ты действительно перестаешь реагировать на какие-то вещи, так остро, как ты раньше реагировал, потому что ты, многое переосознается, многое меняется, отношения твои меняются. То есть, в принципе, я думаю, что если бы, если ездить так, например, ну, не знаю, да даже раз в два-три месяца, то это уже качественно меняет уровень сознания и, соответственно, уровень жизни. Вот, потому что, ну, за такой экстерн берешь многое. Кажется, что все в хаосе, кажется, что ты ничего не взял, кажется, что я вообще ничего не понял, что это было, почему меня так изнасиловали, условно, да, я еще при этом как-то умудрился выжить, и что теперь с этим делать, я ничего не понимаю. А потом ты приезжаешь, как бы, да, успокаиваешься, останавливаешься и понимаешь. То есть ты с этим спишь сколько-то там ночей и понимаешь. И понимаешь, что, блин, ну, типа, круто, что ты в это пошел, вот, круто, что ты не испугался, и, ну, круто, что ты можешь кого-то еще смотивировать, например, даже на это. Вот. У нас тут был гениальный вопрос, я не знаю, смотришь ты там в инстечис или нет, я не вижу, кто смотрит. Сколько в округе лис? Лис много, есть одна без хвоста, есть рысь, которой я видела следы, и, если честно, присела чуть-чуть на попу, потому что у меня собака, я думаю, если это рысь, следы, которые ведут в кусты, сейчас выйдет из этих кустов обратно, то вряд ли мы с собакой куда-то еще успеем добежать. Вот. Волчица туда приходит иногда зимой, зимовать. Ну, в общем, это очень, на самом деле, супер милое, такое благостное место, где такая дикая-дикая природа, там периодически ходят охотники, ну, вот и смотри, молодец. Ходят охотники с собаками, очень много живности. Вот я выкладывала рилс в Унсте, и там как раз был кусочек, где мы нашли на второй день мышь, вот, и потом ходили, выносили ее в банки. В общем, это очень мило, там очень тихо, так тихо, что, ну, прям даже иногда, ну, как-то так, даже не по себе, и небо очень близко, ну, за счет того, что в округе 20 километров, 30 нет ничего, то нет никаких вот этих городов и так далее, плюс там еще супер холодно, за счет того, что, ну, как бы это не город, и он не греет сам себя, как город. Вот, то есть там и холодно, и небо, и тихо, и, в общем, дикая природа, все как надо. Вот, но это круто. Это прям то, что я хотела. Я, конечно, расстраивалась, что у нас забрали телефоны, и очень много красивых рассветов, супер красивых закатов я не смогла сфоткать или снять, но я теперь знаю, где находится это место. Так что, вот, что я сделаю иначе или добавлю в следующий ретрит? К сожалению, тут невозможно вообще понять, что бы ты мог исправить или добавить, тебе просто нужно следовать какому-то назнамеченному пути. Вот, допустим, у меня идет обучение, я понимаю, что мне по обучению нужно делать это, это и это, и практиковать вот это, это и вот это. И тогда я буду приходить к этому, к этому или к этому. А, возможно, я приду к какому-то своему опыту вообще, которого, ну, которого ни у кого не было. Или он был у кого-то, ну, когда-то там про него уже все забыли и так далее, и так далее. Вот, здесь невозможно подложить соломки, потому что ретриты всегда будут отличаться один от другого, потому что они имеют определенную тематику всегда. Вот, это не просто так, там, мы пошли, хотим молчать, мы молчим, не хотим молчать, мы не молчим. Единственное, наверное, что можно предугадать, это, конечно, подготовиться к определенному сезону, который там. Ну, вот я, например, взяла бы, конечно, больше теплых носков, кто же знал. Но, действительно, в этих больших залах, когда, где мы медитируем или читаем мантры, там достаточно холодно, хотя в келье топят очень сильно, они прямо с двух сторон поставили такие электрические эти батареи, и у них там кочегарят они, дай бог. Вот, я даже в какой-то момент, когда чуть потеплела на улице, открывала форточку, потому что мне было прям жарко. Вот. Ну, а так я, конечно, да, носки теплые, прям шерстяные, высокие какие-то валенки или такие утепленные эти сапоги, именно такие, как охотничьи. Ну, вот какие-то такие вещи, как будто ты едешь реально в какой-то дом в лесу, да, и все, что тебе там может понадобиться в этом лесу, чтобы ты не провалился в сугроб, чтобы ты не замерз, да и все, в принципе. То есть я думала, что нужно взять какой-то еды, а вдруг там нас будут недокармливать. В итоге этой еды было столько, что я через раз просто ее не могла доесть, потому что это было слишком too much. Но и в итоге я приехала минус 2 килограмма оттуда, плюс и прям очень хорошо себя чувствую сейчас. Вот, питание там, естественно, вегетарианское, но по питанию, кстати, нюансик, который я хотела как раз рассказать. Они едят творог, они едят масло сливочное, топленое масло, если на то есть особые причины, там оно используется в ритуалах. Вот, молоко пьют, то есть, ну, не каждый день, как бы, это такое, типа, не ты приходишь, ну, типа, не ты приходишь там, да, и берешь из холодильника, то есть там нет такого. То есть сегодня, допустим, утром тебе дают гречку и стакан молока теплого. Ты можешь, допустим, налить молоко в гречку, либо выпить так, либо там кофе себе, цикорий, вот у них вместо кофе, кофе себе сделать с молочком. то есть, какие-то такие истории. Вот, это прям было приятное удивление, потому что творог был несколько раз, и он причем был разный, и зерно они дают, и такой, как бы, более такой пластовой. Вот. Ну, и в принципе, то есть, как бы, такое очень сбалансированное меню, там очень много орехов, каждый день идут практики и ритуалы, и туда же делаются подношения из фруктов в основном, либо сладостей. Сладости тоже, все ручной работы только. Они все делаются монахинями. Вот к вопросу о еда экофрендли, я не знаю, выращивали они сами, вряд ли, скорее всего, это все закупается в магазине. Где ты сейчас будешь выращивать зимой, экофрендли что-то будешь выращивать. У них есть несколько, как его зовут, теплиц, вот, но я не видела, что там кто-то сейчас что-то делал, я думаю, что это летняя история. Вот. И, ну, то есть как бы в плане еды и в плане быта какого-то, того, что тебе нужно, ты по факту понимаешь, что там тебе ничего не нужно особо. Тебе настолько много всего нужно в этом городе, в этой жизни своей, а туда ты приезжаешь, у тебя еще как забирают телефон, тебе вообще ничего не нужно, у тебя вообще ничего перестает что-то касаться. Ты думаешь, боже, а зачем я раньше вот это, а вот это? Зачем? Это все такая ерунда. И вот оно как-то вот так вот все переваривается, и ты действительно приезжаешь сюда и уже вообще по-другому на все смотришь. Тебе хватает там покушать два раза в день и больше ни бегать, ни кусочничать. То есть это как-то выравнивает даже вот эти пищевые привычки и там всякие, наверное, РППП, которых у меня, правда, никогда, слава богу, не было, но тем не менее, да, то есть там схватить кусочек с холодильника сам Бог велел обычно. Вот. Ну, то есть, как бы все аспекты у тебя как-то подравниваются там, и ты весь как бы становишься такой более целостный, более с таким каким-то пониманием, без вот этой вот яростной беготни куда-то вперед, быстрее, там, резче, там, еще, 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 вот этого вот нет. И, ну, это круто. Мне кажется, я искала просто такое состояние, потому что невозможно выбраться из этого состояния здесь самостоятельно. Невозможно. Даже если ты в онлайне делаешь 55 практик в день, нет. У меня, по крайней мере, не получилось. Если у вас получится когда-нибудь, дайте мне знать. Вот. Потому что это очень сложно. Пока ты не сменишь картинку, пока ты не сменишь окружение, пока ты не сменишь, и из-за этого у тебя сменится образ жизни, ты попробуешь сам его по-другому прожить через непринятие сначала, потому что тебе будет не нравиться. Ты же привык, я же привыкла вставать там в 9 утра. Почему? А я здесь стою в 5. Мне так тяжело, у меня болят глаза, голова и так далее. У меня как раз на третий день накопилось очень много вот этой усталости от ранних подъемов, и у меня прям очень сильно заболела голова к вечеру. И я подошла тоже как раз к управляющей, говорю, можно я сегодня не пойду на вечернюю йогу? Ну, как я подошла, записку написала, потому что нам нельзя было общаться. Вот. И она говорит, а вы уверены, что это, ну, ваша голова, а не ваша лень? И я понимаю где-то внутри себя, что да, я больше хочу лечь спать, чем у меня болит голова. Ну, то есть как бы понятно, что можно было сказать, вот, ну, мы же должны там высыпаться, это же так важно для нас. А с другой стороны, я что приехала туда? Высыпаться. Я приехала туда получать определенный опыт. Высыпаться я буду дома. И я приеду тогда домой, буду вот там высыпаться. Ну, и, конечно, я собрала себя в кучу и пошла на йогу вечернюю, и ничего, Вот, как-то так. И вот, собственно, поменялось, что в повседневной жизни, поменялось на самом деле, ну, по моим ощущениям, для меня очень многое. Очень многие вещи перестали иметь значение. Вышли на передний план какие-то другие вещи, которые я понимаю, что они более важны в перспективе. Может быть, прямо сейчас я их не до конца могу понять, или они какие-то для меня расплывчатые, сильные, или что-то еще. Но я знаю, что если я буду прикладывать достаточно усилий, то они потом раскроются. Вот. И раскроются для меня таким образом, каким, допустим, там, ни одни бриллианты Кортье никогда не раскроются. Ну, условно, да. Вот. И что для меня было осознание, для меня было осознание, что я переживаю больше всего о том, что я не знаю, что делать, когда будет процесс перехода. И что я обязательно должна в этом разобраться. И вот именно поэтому я считаю, что ко мне выпала именно эта книга. Вот. Потому что, ну, как всегда, мы же делаем запросы, и к нам приходят ответы. То есть вселенная никогда не жадничает на ответ. Вот. И я поняла, что если я прям хорошо разберусь и буду понимать, ну, как бы достаточно хорошо, приемлемо для себя, разберусь с тем, что нужно делать и как, куда идти. Это как, ну, правило дорожного движения. То, ну, прям, вот это вот пока моя цель, наверное, на ближайшее время. Вот. Из таких глобальных каких-то тонких задач. Чувствуешь, что можешь корову поднять? Нет, там не чувствуешь такого. Ты там чувствуешь на тонком плане, что ты можешь корову, в тонком мире поднять корову можешь. Вот. Тебе в физическом мире не хочется корову поднимать. Зачем? Вот. Но насыщение от еды чувствуешь гораздо больше, чем когда ты питаешься здесь в городе. Я приехала, и мне стало так невкусно есть. Здесь настолько мертвая еда. Когда там, учитывая, что она, часть из нее освещена на практиках, ну, а часть, в принципе, готовится по определенным каким-то правилам, да, канонам и в определенном состоянии, то здесь мне было настолько все невкусно. Мне и сейчас до сих пор все невкусно. И она такая тяжелая. она какая-то вот, ну, не такая вообще. То есть, ты там чувствуешь очень много жизненной такой вот этой силы внутренней, которая тебя подымает и несет. Но мы все, Надюш, готовимся к переходу. Ну, я имею в виду переход из жизни в смерть. Ну, для меня это самый вопрос, который меня беспокоит с самого детства. Что там будет? Я не позволяла себе никогда упасть в обморок, потому что я не знаю, что я там буду делать по ту сторону обморока. Ну, у меня такая история просто. Это какие-то мои уже таракашки. Вот. Да, тортики тоже невкусные. Вообще ничего невкусное. Ну, мне прям очень как-то не знаю. Я не знаю, как это исправить, потому что никак не исправиться. Это только ехать и, не знаю, на практиках ставить свою еду возле дверей. Вот. Но по факту это так. Да, и воздух, конечно, и все остальное. Это ты кашляешь. Я приехала в Москву и снова стала кашлять. Хотя там вообще ничего такого не было. так, какое-то остаточное было, такое чуть-чуть першение иногда. Но такого, чтобы как здесь, это, конечно, вообще небо и земля. Вот. Что еще раз доказывает, что человек, конечно, должен жить на земле и максимально себя окружать прям чистотой и порядком продуктов и всего остального. Вот. А с переходом я разберусь, я думаю. Вот. Но это такое. Это уже мои какие-то штуки. Вот. Но в целом вроде все рассказала. Я вела там дневник. Хорошо, что я это делала, потому что я бы ничего не запомнила. И у меня было очень много вопросов к управляющей. Вот. И много инсайтов разных. И хорошо, что я их все записывала, иначе я бы ничего не смогла потом вспомнить. Там столько всего происходит. А еще я пока мы вот читали эти мантры в течение пяти дней вот по шесть, по двенадцать часов. Я в какой-то момент из дней обнаружила, что на алтаре стоит четыре статуэтки собак. И эти собаки вылитые арии. И я решила, что это знак, что надо, чтобы... Предложила, в общем, управляющий, говорю, если надо будет собачка, вы мне там это... Маякните. Она мне даже сказала попросить показать фотографии. Так что возможно это сумасшедшее животное когда-нибудь обредет свой дом где-нибудь в святом месте, что, конечно, для меня было бы очень неожиданно. А еще... Могу бы снять ей. Да. А еще вообще мне сказали, что это интересно. Все были очень удивлены, что я поехала туда с собакой. Это первое вообще в истории этого ашрама случай, когда туда кто-то приезжает с собакой. Меня очень долго управляющая уточняла, как же мы будем... Как же она будет меня ждать? А как же... Вы же будете уходить с самого утра и будете очень поздно возвращаться. Будет ли она выдерживать? И в итоге у меня потом все спрашивают, а где ваша собака-то? Ну, они видели нас, когда мы периодически гуляли днем, например, выходили, когда все... У всех перерыв. Вот. Но это тоже было как бы не каждый раз, и не все видели, потому что кто-то своим служением занимается, кто-то еще что делает, кто-то там читает. Вот. И они такие, а где ваша собака? Она... Я говорю, она медитирует там в келье. А что еще делать? Хозяйка медитирует и собака медитирует. Вот. Ну, я просто знала, что она нормально справится. Что, какая ей разница, где ей лежать? Собака должна спать 16 часов в день. Вот она и спала у меня на природе. Но мне сказали, что это у собаки особые заслуги. Вот какие могут быть заслуги у собаки? Это так тоже интересно, конечно. Какие вот у нее заслуги? У нее уже заслуги с того момента, когда она ко мне попала, мне кажется. А тут они уже раскрылись. Так что, если еще и это чудище, горынище, каким-то случайным образом попадет туда. Много людей соскакивали, не выдерживали. Ну, я не уточняла количество, но есть такие, да, случаи. И, ну, я так понимаю, периодически они происходят, потому что, ну, она рассказывала как прям про такие свежие какие-то истории, что прям люди прям типа говорят, нет, это не для нас такая вся эта тема, что вы тут делаете, это же можно сойти с ума. Вот. Так что, в одну из суббот мы слушали на медитации вот на точку как раз музыку очень красивую. Вот тогда у меня тоже шибанули инсайты, я поняла, что я, конечно, прям полный аудиал, у меня сразу начинаются на музыку какие-то там вообще прям суперкрасочные истории в голове. и опять же, я поняла для себя, что медитировать с открытыми глазами это суперкруто. Я поняла, как это, и поняла, что это спасение, когда ты не можешь сконцентрироваться вот в таком физически сложном состоянии, в каком была я первые три дня, когда у тебя голова спит, пытается спать, вне зависимости от того, что ты делаешь. То есть у тебя даже глаза, может, и не закрываются, но у тебя голова вообще, ну, то есть у тебя внутренний взор закрывается, то есть ты внутри спишь как будто бы. И это такое сложное состояние, потому что тебе нужно концентрироваться на объекте медитации, а ты не можешь это сделать. Вот. И тогда вот ты открываешь глаза и с открытыми глазами уже начинаешь на объекте. И уже в какой-то момент ты тогда переходишь вот в это тонкое поле и там уже начинаешь смотреть. Но глаза у тебя между тем все равно открыты. Вот. Это тоже такой прикольный опыт. Вот. Свободное время, я уже рассказывала, было оно или нет. Было. Свободного времени почти не было. Было два перерыва, только полчаса и полтора часа, полтора часа или час. Вот. Кружков по интересам, там тебе и так хватало кружков по интересам, потому что никто ничего не успевал. Чаши поющие использовали только для озвучки, для старта, начала вечерней медитации. И все. Нет. Там не, как я уже сказала, это не буддийский храм и не светские ретриты, где все приезжают, чтобы релакснуть, полежать, покайфовать и посмотреть, понюхать цветочки. Вот. Там люди приезжают, чтобы мощно работнуть над своими, ну, как бы, над задачами, которые тебе ставятся и вынести какой-то реально практический опыт из этого, а не какие-то там разглагольственные на тему, что вот я классно отдохнул, подышал воздухом, походил, фоткал рассвет. Нет. Ты там прям работаешь, работаешь. Это прям реально работа. Я теперь понимаю, что им нужно еще, конечно, и зарплату платить за такой адский труд, которым они занимаются. Потому что, да. Вот. Я думаю, на этом можно заканчивать, потому что я уже полтора часа тут вещаю. И думаю, что, наверное, если у вас уже больше нет вопросов, то я бы и пошел. У батареи у телефона села. У меня тоже садится. Ладно. У нас вопросов больше нет. Что дальше, что? Дальше, дальше только выше. Дальше, больше. Так, ладно, буду завершать тогда все. Всем спасибо за участие. Я надеюсь, все сохранится. Какие планы? Спасибо. Пожалуйста. План, ну, какие планы? Много планов? Спасибо. Спасибо.